Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Жак-Луи-Давид «Прощание Гектора Сеухарис» 1818 год, холст-масло 86 на 102. Жак-Луи-Давид известный французский художник, представитель классицизма и ампира, а также один из родоначальников неоклассицизма. В своих картинах на исторические и античные сюжеты Давид стремился донести до зрителя идеалы, волновавшие Франция эпохи просвещения, в то время как на его портретах реальные неиделизированные современники. В 1818 году, находясь в Брюсселе, Давид написал «Полотно прощания Телемаха и Ухарис». Сюжет для него он заимствовал из романа «Феналона. Приключения Телемаха», который был опубликован во Франции в 1699 году. По существу этот литературный труд расширил историю, рассказанную Гомером по имени Одиссей, и стал источником мотивов для художников 18-го, начала 19-го века. Сын Одиссей Телемах страстно влюбился в красивую нимфу Иухарис, но юноша должен оставить ее и отправиться на поиски отца. На картине Телемах изображен фас, а его любимая, обнимающая избранника за шею, в профиль. Левой рукой юноша держит копье, а правую положил на бедро Иухарис, пытаясь успокоить девушку. Рядом с ним собака, с нетерпением ожидающая команды. Давид в этом произведении сопоставляет мужское упорство и женскую эмоциональность. Калористическое решение, строящееся на сочетании сложных тонов розового, синего и охры, характерно для исторических картин мастера позднего периода. Ну вот, такое описание я нашел в интернете работы «Прощание Гектора» с Иухарис, Жаклу и Давида. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания.